Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Когда-то я сделал один выпуск ролика под названием «Камчатка. День за днём», где рассказывал об одном камчатском месяце по страницам разных камчатских газет. Ролик получился очень большим, почти полчаса, и от идеи подобного рода выпусков я отказался. А теперь подумал, зачем нужно делать такие ролики раз в месяц, если можно делать их раз в неделю. Ну и попробую делать еженедельные выпуски, которые тоже будут называться «Камчатка. День за днём». И в этих выпусках по материалам старых газетных публикаций буду рассказывать, как именно проходила каждая неделя на нашем полуострове много лет назад. Первый возобновлённый, возрождённый выпуск «Камчатки. День за днём» начнётся с 17 декабря и охватит 7 дней. Итак, поглядим, что писали камчатские газеты об этом времени. 17 декабря 1960 год газета «Камчатский моряк» сообщила, что в Петропавловск из Усть-Камчатска прибыл лихтер Уда, доставивший около 2000 тонн леса. Буксировку лихтера осуществил экипаж морского буксира «Мирный». Моряки, пишет газета, твёрдо решили успешно завершить навигацию второго года семилетки. Эта газета «Камчатский моряк». Когда-то была такая газета. Сначала она называлась «Камчатский моряк», потом называлась «Моряк Камчатки», а потом умерла. И в этом же номере 17 декабря 1960 года пишется «В Усть-Камчатском морском порту разгружается танкер «Уфа». Моряки этого судна доставили жидкое топливо во многие портпункты восточной Камчатки. Следующий рейс танкера планируется в район лова рыбы промысловыми судами управления тралового и рефрижераторного флота. День следующий, 18 декабря. Газета «Камчатский вестник». Год 1919. Прочитаю. Три объявления. Объявление первое. В пятницу, 19 декабря в 11 часов дня, в помещении городской управы будет продаваться с аукционного торга «Пыжиковая новая даха», подбитая выпоротками, принадлежащая гражданину Ненцбергу. Об этом извещает городская управа. Второе объявление. Агентством добровольного флота сообщается для сведения, что выдача пассажирских билетов на пароход Томского-Владивосток будет производиться в среду и четверг, 17 и 18 декабря. И третье объявление. Петропавловский продовольственный склад получил партию свежей капусты и картофеля. Продажа производится ежедневно, кроме дней праздничных. Подписал объявление заведующий Петропавловским продовольственным складом Грызлов. Еще днем позже, 19 декабря, но уже 1923 года, газета «Полярная звезда» сообщает, в эгитпропе ГУББюро продаются портреты вождей социальной революции, персональные и групповые. Весь сбор от продажи портретов пойдет в пользу инвалидов гражданской войны. Вешалка в Народном театре сдается в аренду. Об условиях справится в редакции «Полярной звезды». Преподаватель английского языка Грюнер проводит групповые отдельные занятия по улице Никольской в 29-м доме. День следующий, 20 декабря. 1917 год. Газета «Камчатский листок». За последние дни в городе то там, то сям упражняются в стрельбе граждане, стреляя в ворон из оружия основательного калибра. Нельзя ли граждан предупредить о том, что на этот счет имеется закон, воспрещающий стрельбу в городе, а в особенности днем. Ведь так недолго и до беды. Это 20 декабря 1917 года. Газета «Камчатский листок». С наступлением лунных вечеров в городе вновь зазбились фонари. Лучше поздно, чем никогда. В субботу 9 декабря утром часовой местной команды, стоя на посту у порохового погреба, по-видимому желая обогреться, зашел в рядом стоящий старый пороховой погреб. В тот момент, когда солдат пошел, получился взрыв старого пороха. От взрыва пострадал часовой. «Камчатский листок» 20 декабря 1917 года сообщил, что неизвестными хулиганами разбит вновь поставленный на озере фонарь. И теперь, благодаря неимению запасных стеклянных колпаков, нужное место осталось без освещения. Колпаки эти с большим трудом пришлось достать в Швецию, откуда они были выписаны. Таким образом, в самом непродолжительном времени город наш опять погрузится во брак. Ну и под конец в хронике сказано. В редакцию нашей газеты имеется в виду газета «Камчатский листок». Доставлена кожаная перчатка. Лицо, утерявшее, может получить ее ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера. Переходим к 21 декабря. 21 декабря 1936 года. Газета «Камчатская правда». Охотник из села Ночикиного-Граблинов предлагает редакции заметку «Секрет моего успеха». Вот он пишет. Начал я охотиться самостоятельно с 13 лет и вот уже в продолжении 30 лет этим занимаюсь. Срок, конечно, весьма достаточно, чтобы изучить поводки каждого зверя в отдельности. Изучил все поводки и хитрость, горностая и на 30 ноября поймал 30 горностаев. Успех своего дела я не делаю секретом и с удовольствием им поделюсь. А говорю только, что вопрос идет о промысле на горностая. Охотник Новограблинов советует читателям «Первое, что нужно, это ставить капканы так, чтобы их не задувало и не заваливало снегом. Для этого я капкан ставлю в дупло, преимущественно с южной стороны, возле речки или лучше у ключика, в которых водятся мелкие гольцы. Наживку надеваю на гладкую оструганную палочку, чтобы она не касалась стены дупла, что гарантирует ее отпорчи мышами и она сохраняется продолжительное время свежей и приманчивой для зверька. Капканы никогда ничем не закрывают. Наживка располагается всегда так, чтобы сплашки настроенного капкана зверек мог бы достать до наживки. Капканы надо обходить нережущим через два дня. В противном случае попавшие горностаи сами делаются добычей мышей или в лучшем случае шкурка портится и теряет в своей ценности. Ну, в конце заметки охотник Новограблинов жалуются. Попутно с этим напомню вот о чем. Когда начинается промысел, то заготовители всегда обещают лучшим охотникам премии. Но когда оканчивается сезон, то о премиях все молчат, что, конечно, снижает нашу инициативу. Директор Камчатской областной конторы Дальзавод Пушнин и товарищ Кривой должен принять меры, чтобы этого не повторялось. 21 декабря 1936 года Камчатская правда прямо рядом с заметкой Новограблинова сообщается, что бригада охотников колхоза имени Крупской села Ганалы Мильковского района в составе четырех лучших охотников первой в селе вышла в хребты на промысел. Первые результаты охоты таковы. За две последние декады ноября месяца бригадир-комсомолец Иван Сопрыгин сдал пять лисиц, досрочно выполнив свои квартальные лампушные заготовки. Газета Камчатская правда 21 декабря 1937 года Заметка, как возят пассажиров. Судно Акафлота Кит как-то вышло в рейс на восточное побережье. Как и всегда оно было перегружено. Пассажиры разместились в трюмах и даже на палубе, но капитану это не понравилось. Он набросился на коряков пассажиров с плащанной бранью. Прогнав с палубы людей, капитан не указал им места. Больного делегата конференции товарища Чипетчана он даже не устроил в помещении. Пассажиров лишили горячей пищи по той причине, что поваром на ките работает жена капитана. Этот рейс не исключение. Хотелось бы знать, когда же кончатся муки людей, пользующихся услугами Акафлота, спрашивает автор заметки с псевдонимом Береза. Раньше, пишет он, враги народа, сидевшие в Ако и Акафлоте, создавали невозможные условия для перевозки людей. А кто сейчас продолжает их подрывную работу? Таким образом, мы видим, что заметка превратилась в политический донос. Спрашивал еврейско-армянский писатель Давлатов, кто написал 6 миллионов доносов. Вот такие березы и написали. Переходим к 22 декабря. Газета, опять-таки, «Камчатская правда», 1942 год. Подборка материалов посвящена строительству танковой колонны «Камчатский рыбак». Газета извещает, что на текущий счет в Госбанк поступило средство строительства танковой колонны «Камчатский рыбак». Из Петропавловского района 695 тысяч рублей, из Большерецкого района 644 тысячи рублей, из Усть-Камчатского района 347 тысяч рублей, 180 тысяч рублей перевел Корягский национальный округ, 108 тысяч рублей Минковский район, с Чукотки пришло 77 тысяч рублей. И напомню, что до 1956 года Чукотка входила в состав Камчатской области. И так всего, по состоянию 22 декабря 1942 года в Госбанк на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак» было внесено 2 миллиона 51 тысяч рублей. Там же заметка. Домохозяйки шьют теплую одежду. Палада передана по радио от нашего корреспондента. От корреспондента «Камчатской правды». Домашние хозяйки окружного центра все свободное время отдают делу пошивки теплой одежды для фронтовиков. Активное участие в пошивке одежды принимают домохозяйки, товарищи Акилова, Морокова, Обуха, Назарова и Бровкина. Ими сшито и сдано уже 10 теплых костюмов. Ну, и еще одна заметка «Меховые вещи» для бойцов, написанная неким Чичеровым. И переданная по радио из-за ссоры. Во всех колхозах Карагинского района шьют меховые вещи для бойцов Красной Армии. В колхозе 13 лет октября уже пошито более 40 пар чижей, много шапок, теплых рукавиц. Хорошо работают женщины в колхозе Турбине. Пошивочными бригадами руководят на мыланке Ирина и Марии Чичули. Они обучают русских женщин пошивки тормозов, чижей и шапок. К Новому году колхозницы сошьют для Красной Армии много теплых вещей. Вот такая была неделя с 17 декабря день за днем на Камчатке минувшие годы. Но это не точно. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравятся всякие краеведческие изыскания, пишите комментарии. И, пожалуйста, выполните рекомендации, которые вы видите в правом нижнем углу экрана. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова